Всем привет, меня зовут Даулет Женайдаров, я ведущий подкаста Крупным Планом. Хотел для вас записать небольшой дисклеймер. То, что вы сейчас услышите, это не настоящий эпизод, а один из пилотных выпусков, который мы со Всеволодом записывали еще в мае 2020 года, чтобы проверить, насколько у нас есть химия и вообще, как идет обсуждение. Так что я хотел попросить прощения за плохой звук, тогда еще была пандемия, и мы записывались оба в домашних условиях. Но я надеюсь, что вы все равно сможете получить удовольствие от подкаста, хотя бы потому, что фильм, который мы обсуждаем, правда вызвал интересную дискуссию, и, в принципе, даже по этому пилотному эпизоду видно, что мы со Всеволодом еще надолго вместе и в будущем запишем больше ста эпизодов. Так что приятного вам прослушивания. Я нашел, кстати, много неточностей в описаниях этого фильма, потому что мы тут недавно с коллегами из Кабинета Истории зарубежного кино в ГИКа в папках рылись и действительно нашли перевод на русский язык, сценария Гончарова с пометками «Предаватели кафедры», каких-то режиссеров, пометки «Шукшина», например. Одну сцену он выделил как раз Софии, она ему очень понравилась. Подожди, это какая сцена? Там, где София говорит Кате, что с Гончаровым что-то не так, когда она начинает подозревать. Ну нет, это, конечно, здорово. Мне другое, как бы, интересно. Вот «Шукшин», он в это же время снимал или готовился снимать «Калину Красную», который, на самом деле, похожий сюжет про героя, который пытается вырваться из бандитского прошлого, но оно его настигает. Ну, ты хочешь сказать, что он все украл у Скорсезе, что наш «Шукшин» все украл у Скорсезе, но неправда. Мне кажется, что это так. И если ты посмотрешь на Лидию Федосееву и «Шукшину» в фильме «Калина Красная», то, очевидным образом, ее весь образ скопирован с Сибил Шепот. Всеволод, привет. Давай-ка начнем. Дуалет, а нам нужно здороваться в начале выпуска каждый раз или нет? Да, нам нужно, мне кажется, здороваться, и давай мы на «ты» будем в подкасте. То есть я говорю «Привет, Дуалет» или что? Да-да-да, у нас еще нет названия подкаста, мы его еще будем придумывать. Я пришлю какие-то, кстати, варианты, у меня там есть, с точки 3, да, окей. Хорошо, всем привет, меня зовут Дуалет Джанайдаров, это новый подкаст «Кинопоиска», и ведем его я, я редактор видеоэссе и подкастов «Кинопоиска», и Всеволод Коршунов, Всеволод киновед и куратор курса «Практическая кинокритика Московской школы кино». Так нормально, да, тебя представлять? Да. Привет, Дуалет. Привет, Всеволод. Сегодня мы в качестве пилотного эпизода решили поговорить о фильме, который мы оба очень сильно любим, мы смотрели в детстве, и я смотрел его на кассете. Но я не в детстве смотрел, я, когда пришел уже в институт, нам показывали на большом экране, на пленке, причем расширенную версию, которая длится 3.15. Вот, не 3.05, которую все смотрят, да, а 3.15. Это была огромная версия. У нас было прям две пары забронированы на этот просмотр, вот, и мы долго не могли успокоиться, там, хлюпали носами, естественно, в финале картины. Но это правда, это правда. Там душеродирающие, если честно, финальные титры. А ты один без взрослых смотрел? И в каком возрасте ты это делал? Слушай, я смотрел это лет в семь. Да ладно, это очень рано. Да, у нас был такой еще гундосовый перевод и очень плохой копии, такая вот кассета, на которой еще было написано, знаешь, налеплен стикеры, типа Гончаров, фильм М. Скорсезе, экшн-боевик. Еще, небось, Скорсезе через С, да? Да, да, да. Или Скорсези, как вы тоже любили, да, киноман ее называть. Да, и поэтому, конечно, у меня это нервные воспоминания с детства, наравне с Терминатором, Паркюрская периода, с Семейкой придурков. Вот это вот как бы фильм, который в одном ряду стоит, безусловно, с этими картинами великими. И для меня, честно, всегда было удивительно, что о нем мало кто слышал, потому что мне кажется, что это какая-то такая классика, которую обязаны знать все. И я очень рад, что вот мы, когда с тобой обсуждали, какой фильм их хотел обсудить первым, то вот мы оба сразу назвали Гончарова. Ты знаешь, я бы сказал, что это именно российская тема. Все-таки его у нас меньше знают. В Америке, конечно, о нем знают очень хорошо. Это одна из главных американских картин 70-х. Его называли, да, «Гражданин Кейн» в 70-х. Ты знаешь, все-таки важно, что в нашем прокате этих фильмов не было ни «Терминатора», ни «Чижого», ни «Гончарова», естественно. И все это уже пришло потом в кассеты, видеосалоны, всякое такое. Поэтому зритель действительно советский прошел мимо этого феномена. А культовым, да, он не стал удивительным образом, в отличие от «Терминатора», кстати, да? Причем интересно, что я читал в mdb.com, есть такой сайт, и там даже есть отдельное несколько фактов про российскую версию Гончарова и про то, что его тут и перемонтировали для ВИЧС-проката, и про то, что его подавали как третью часть «Крестного отца», как бы до того, как вышла третья часть, Гончаров подавали как третью часть «Крестного отца». Ну, потому что там одни и те же актеры, и потому что там Марлен Брандо тоже появляется в сцене после титров. И тут, ну, на самом деле, мне кажется, он не стал культом, потому что возникала путаница, к какой, типа, франшизе его относить, кто это вообще снял, и потому что, на самом деле, мало копий оставалось, и все они были не очень качественные. Тут дело в том, что действительно возник спор, потому что это же пиратский прокат, надо понимать, это пиратский прокат, и поскольку картина настолько значительная, да, для нашего проката решили ее адаптировать, ее решили сократить, значит, на 10 минут убрать, ну, наиболее чувствительные для постсоветского зрителя моменты, напомним, все-таки перед нами история про советского гражданина, который интегрирован, да, в структуру Каморре, да, вот этой неаполитанской мафии, поэтому там были, в общем, такие очень злые шутки по поводу советских людей, и чтобы аудиторию не отвращать, решили вырезать 10 минут. Поэтому тут дело в том, что вот это вот из-за сокращения кто-то из владельцев видеосалонов выпускал оригинальную версию 3.15, кто-то сокращенную 3.05, и даже была целая война вот этого, я сейчас уже не помню фамилию, конечно, этого владельца той сети видеосалонов, который потратил деньги на сокращение, да, он прямо, ну, там, устроил войну против того, кто показывал расширенную версию, и правда возникла чудовищная путаница, и, конечно, вот тот, кто показывал эту сокращенную версию, такой очень, ну, тогда, видимо, была одна из первых маркетинговых компаний вообще, да, в постсоветском кино, проведена, да, и он, конечно, некорректно назвал эту третью частью «Крестного отца», и все запутались, действительно, да, это такая вот странная путаница возникла, вот, и я еще думаю, чувствительная тема, все-таки очень чувствительная тема, плюс ко всему тут еще есть и гомосексуальные, да, гомоэротические мотивы, связанные с отношениями героев-мужчин, лесбийские мотивы, связанные с отношениями героини Софи Лорен и Сибил Шепард, поэтому тут все не так просто, и чтобы не огорошивать постсоветскую аудиторию, решили вот как-то, да, ее пощадить, и, короче, запутали всех. На самом деле, мне кажется, что этот фильм значим не только тем, что он поднимал какие-то революционные темы для своего времени, но он значим и в контексте, в принципе, развития гангстерского кино, потому что мы знаем все вот эти великие фильмы 30-х, «Лицо с Шашамом» и так далее, мы знаем все великие фильмы 70-х, как «Коппола», того же Скорсезе, в 80-е тоже эта тема была ярко поднята, в нулевые сопрано совершенно по-другому показал мафию, и Гончаров, как мне кажется, то есть если «Коппола» сделал из истории мафии высокую трагедию, то Скорсезе в Гончарове показал, что это не просто трагедия, а настоящая древнегреческая драма, то есть мотив судьбы, мотив времени, здесь невероятно велик, и мне кажется, что этот фильм закрывает тему гангстеров в мировом кино. Ну, ты знаешь, вот этот, помнишь, момент, когда он опаздывает на поезд, там, правда, так это снято, что действительно вот это вот, есть ощущение судьбоносности. Как будто он опаздывает не просто на поезд, он опаздывает в свою жизнь. Опаздывает прожить свою собственную жизнь, совершенно справедливо, да, и там, вот помнишь, идет такой дождь, все так показано, таким общим планом, как будто бы мы смотрим на это издалека, такой еще верхний ракурс, божественный такой. Как будто глаз бога. На самом деле, мне нравится, что тут очень многие сцены сняты вот сверху вниз, и мы как бы ощущаем себя богами, и что вот все люди, они на самом деле, ну, заключены в эти волокна судьбы. Ну, Неаполь вообще здесь выглядит как такая сцена, как такие прям подмостки, прямо скажем, да, Неаполь, мы буквально видим, да, вот это вот, значит, со стороны моря, как вот такую декорацию, город-декорация, город-подмостки, город-сцена, в которой эта история разворачивается сейчас, да, и это, конечно, сразу нас вводит в эту такую античную тематику, но прежде чем античность сюда включить, да, вспомнить, может быть, царя Эдипа, Сафокла, все-таки я бы хотел сказать, что ведь очень важно, что Скорсезе режиссер невероятной эрудиции кинематографической, да, мы знаем, что он очень любил советское кино, он очень любил советскую фантастику, он потратил много ресурсов на реставрацию фильма Якуба, Клотозова и Урусевского, то есть он большой знаток действительно советского кинематографа, и это так, и здесь, конечно, очень много отсылок к советскому авангарду. Слушай, сложно выбрать одну, если честно. Давай две, две отсылки к советскому авангарду, все-таки, если можно, это, конечно, Пудовкин и фильм «Мать». Да-да, там действительно есть много матерей в этом фильме, то есть я сразу тоже подумал об этом. Каждая героиня, как бы мать, она либо кого-то уже родила, либо кого-то может родить. И это классный комментарий на тему патриархального общества того времени, на самом деле, который видела в женщинах только объект. Да, но я хочу про другое вспомнить. Мы все время видим Де Нира чуть-чуть сверху, о чем мы уже сказали, да? Чуть сверху это значит, что он такой маленький, униженный, уязвленный, он не знает, как ему быть, новая среда, чужеродная среда. И только в кульминационной сцене мы видим его вот таким резким низким ракурсом с нижней точки. Он становится монументальной фигурой. Ровно эту структуру мы находим в фильме «Мать Пудовкина». Великий оператор Анатолий Дмитриевич Головня снимает Веру Барановскую все время сверху, да? Она маленькая и униженная. И только в кульминационной сцене со знаменем она снимается снизу, как такая вот фигура величественная. Ровно эту фигуру повторили наши, значит, вот Скорсезе и величайший итальянский оператор. Важно, что картинка снимает итальянский оператор Карла Ди Пальма вот в этом фильме. И, конечно, земля Довженко. Когда плачет героиня Сибилл Шепард, мы видим, что она идет по там поле, мандариновые эти рощи, апельсиновые рощи, как они правильно называются. В общем, вот, и начинается дождь. И такой прямо интересный монтажный эпизод. Я думаю, ты его, конечно, запомнил. Вот эти апельсины, цитрусовые мандарины валяются на земле, и идет дождь. И так прямо один кадр, другой, третьим. Очень внимательно вглядываемся в эти апельсины. Мы помним, как потом это все будет использовать Коппола в Крестном Отце, этот образ апельсина. Вот эти вот фрукты, которые под дождем, это, конечно, знаменитый финал Земли, Довженко, когда Земля очищается, смывают кровь. Но мне нравится, что там действительно огромное количество этих как бы фруктов. Но я видел одно видеоэссе на Ютюбе, в котором как раз увеличили эту сцену, этот кадр, и там один апельсин гнилой. И это показывает, что, разумеется, ты можешь как бы исправить какие-то ошибки, там, не знаю, прошлого, ты можешь скупить вину, но все равно от этого не исчезнет внутренняя сущность людей, которая на самом деле гнилая. Понимаешь? Скорсез говорит, вы гнилые все. Где-то все равно будет вот этот гниль, и в итоге оно распространится дальше. Ты смотрел удаленные, кстати, сцены? Ты что, Миша, смотрел? Перестрелка в церкви, когда погибает герой Джона Казали, собственно, он же сам был смертельной боли, на самом деле. То есть, он через пять лет умрет, и это так здорово сделано, то есть, насколько может быть интересна сцена, в которой, я не знаю, почему ее удалили, в которой 17 минут мы просто смотрим на то, как человек хрипит. Понимаешь? То есть, это довольно радикальный был ход, в свою очередь, Корсезе, мы просто видим, как Джон Казали хрипит, он чуть краснеет, пытается выйти из кадра, но не получается, и это 17 минут крупного плана, и я, если честно, я прям вот несколько раз пересмотрел целиком на Ютубе вот эту вот удаленную сцену, я думаю, насколько же это показывает вот это вот его отчаяние, понимаешь, что он как бы и хочет умирать, и не может. Как бы он хочет проткнуть кому-нибудь глаз ледяной палкой, но не может. Вот я посмотрел ту сцену и понял, что вот эта режиссура, насколько можно из чего-то настолько противного делать что-то настолько возвышенное. Тут еще важный, мне кажется, образ, конечно же, Харви Кейтеля, мы о нем еще не сказали, вот такой герой Трикстер. То есть вообще, я бы сказал, честно говоря, Скорсетт что делает? Он берет так называемый неаполитанский квартет масса комедии Дель Арте и всех основных персонажей этой истории, которых играют Де Ниро, Кейтель, Лорен и Шепард, он как бы вот нанизал на этих вот персонажей. И, конечно, здесь Кейтель это Пульчинелло. Да, нет никаких сомнений, что Кейтель играет Пульчинелло, да, вот это вот Слугу, Дзанни, и вот вся традиция неаполитанская, традиция юга Италии помогает нам понять, насколько этот персонаж с одной стороны отвратительный, а с другой стороны такой жизнелюбивый, да, в нем столько вот энергии, что невозможно не хотеть на него смотреть как минимум, правда? Как ты относишься к этому персонажу? Мне кажется, что при него хорошо сказал сам Мартин Скорсезе, я тоже посмотрел одно его интервью, в котором он, собственно, говорит, что вот этот персонаж это я. То есть, этот персонаж как бы клякса рорших, понимаешь, ты в нем видишь то, что ты видишь в себе. Это как зеркало, и Харви Кейтл отлично сыграл это зеркало. Да, тут же важно, прости, что в этой фразе обыгрывается название повести Ирмы Шнус, да, это же, собственно говоря, знаменитая повесть, которая была опубликована в 61-м году, и она называется «Я, Гончаров». Поэтому «Гончаров» это «Я», это когда обыгрывание, собственно, названия изначального, да, текста, который лег в основу произведения. И мне еще понравилось, как этот персонаж был, ну, как бы, адаптирован в Польшу. Ты же знаешь, что был шестисерийный мини-сериал. Ну, потому что польская журналистская писательница Ирма Шнус, конечно, Польша, да, потом купила права, да, уже на использование персонажей фильма. Да, он был совсем запрещен, и там вот как раз действительно был этот персонаж, у него вместо лица было зеркало, и там была видна камера. Ну, как бы, это не очень был высокобюджетный фильм, поэтому там не все творческие решения удались, но вот в Гончаров Dust Musical 2002 года постановки театральной, там это решение, конечно, играло прям очень здорово, потому что человек на сцене, как бы, с зеркалом вместо лица, и все зрители, как бы, его видели. Не соглашусь с тобой. Да, конечно, это театральный прием, я понимаю, но не забываем, что это знаменитый сериал, который положил начало кинематографу морального беспокойства в Польшу, да, и герой зеркала был необходим польскому зрителю, да, не знаю, это, со мной стороны, условная деталь, а, с другой стороны, она очень укоренена вообще, да, в польскую проблематику, в саму типологию, да, и периодизацию польского кинематографа, потому что с него начинается знаменитое, да, вот это десятилетие кино морального беспокойства, поэтому, конечно же, здесь Занусси во многом опирался, да, на эту картину. Ты знаешь, я еще в нашем кабинете истории зарубежного кино в ГИКа обнаружил интересные пометки Тарковского, ведь Тарковский, как мы знаем, не любил фильмы своих коллег, и это один из немногих фильмов, в которых он восхищается. Он видел его на просмотре в Доме кино, понятно, что в прокат фильм не вышел, но кинематографистам его показывали. Естественно, репутация шедевра американского, опять же, американского Кейна, Кейна 70-х, сделала так, что люди просто пробирались через туалеты прямо в зал Дома кино, потому что, ну, там просто висели на люстрах, что называется, и Тарковский сказал, что это самое настоящее поэтическое кино. Он вообще ненавидел терапоэтическое кино, как мы знаем, потому что, ну, вот он не любил эпигонов Довженко, которых тогда было много, а вот именно картину Скорсезе он назвал поэтическим кинематографом, и он даже писал о том, что вот несколько сцен он прямо жалеет, что снял не он, представляешь? И потом, кстати, в ностальгии, которая будет сниматься также в Италии, он воспроизведет знаменитую сцену, когда, помните, Эуджения входит в церковь, и там молятся Мадонне, и она долго-долго смотрит на икону, так же, как это делает героиня Софи Лорен у Скорсезе. Мы еще не упомянули важную тему здесь в фильме. Во-первых, это тема удушающей экзистенциальной тоски и времени, которая перемалывает твою жизнь и неудовлетворенности собственной судьбой и того, что ты не можешь избежать из тех сетей, которые расставило тебе твое происхождение. Это вот одна из главных тем. Вторая важнейшая тема здесь — это пицца. То, как эти две главные темы фильма, они переплетаются в той знаменитой сцене, в которой Андрей говорит Гончарову, что пицца — это пицца, ты просто должен попробовать, и ты можешь полюбить ее, ты можешь не полюбить ее, но важно попробовать. Почему ты не ешь пиццу? Попробуй. Пицца — это пицца. Она может тебе не понравиться. А возможно, ты полюбишь ее, но пробовать стоит всегда. Ты в таком переводе смотрел, да? Важно попробовать, потому что там буквально он произносит, ты можешь полюбить это, можешь не полюбить это, но пицца должна быть в тебе. Пицца должна быть внутри. Это оригинальное. Он просто по-итальянски эту фразу произносит, и у нас ее некорректно переводят. Там именно внутри тебя пицца. А пицца, ну, собственно, мы знаем солярный символ. В этом фильме он работает как раз как солярный символ, символ жизни, витальный. И символ часов в то же время. Коловращение времени, разумеется, да. Действительно, можешь попробовать как-то сыграть со временем, попробовать его съесть, но все равно, в конце концов, оно выйдет тебе боком. У меня там есть просто любимая музыка. Моя тема, конечно, тема проводов на вокзале. Когда Нина Ротто, да, это же Нина Ротто здесь был приглашен, да, знаменитейший, да, итальянский композитор. Когда вот от пьяниссимо к фортиссимо, от одного инструмента к тутти, когда весь оркестр это исполняет, конечно, это не может не произвести впечатление. Да, и в финале вот эта вот тема, после того, как оркестр заканчивает, одинокий голос мужчины чуть старше сорока напевает эту основную тему. Мне кажется, это прямо потрясающе показывает какое-то одиночество, вот это вот опустошение. Там же эта мысль проходит, да, что мы пришли в мир одни, уходим также в одиночестве. Очень такая горькая в этом смысле тема. А у тебя какая любимая музыкальная тема? Это моя, а твоя какая? У меня вот музыкальная тема часов, когда любовная сцена между Сибилл Шепард и Робертом Де Ниро, который потом присоединяется Аль Пачино, в который потом присоединяется Джон Казалев, в который потом присоединяется Харви Кейтель. И это, кстати, это же очень важно, что Сафи Лорен одна из главных сексуальных звезд итальянского кино и мирового кино, и ее в это сцена не включили. Это так потом критики ругали, но это же классный формальный ход, когда она, главная сексуальная звезда фильма, наблюдает за оргией, но не присоединяется к ней. Это же очень классно. И что мне нравится, там такой еще монтаж, что один кадр наслаивается на другой, и поскольку это происходит в магазине часов, то там сначала как бы одни часы тикают, потом еще больше, потом еще третий, четвертый, пятый, шестый, седьмый, десятый. И это все продолжается очень долго. Собственно, кульминационная такая любовная сцена фильма. И это как бы с одной стороны саундтрек, с другой стороны саунддизайн. Мне кажется, вот эти накладывающиеся разные часы, это очень здорово. Как бы время, часы, любовь. Как бы любовь единственное, что может как-то изъять тебя из этого течения времени, ты забываешь о нем, кислые часов не наблюдают. В целом, мне кажется, что это действительно значимое кино. И я думаю, что оно еще найдет своего зрителя. Да, мы забыли вначале предупредить, что если вы не смотрели, то мы будем обсуждать со всеми спойлерами. Если вы не смотрели, то лучше и не смотрите. Тем более, что вам это посмотреть не удастся. Да, к сожалению, этот фильм не существует в реальности. Это прикол с Тумблера. Мы давно мечтали обсудить несуществующий фильм. И вот дорвались до этой возможности. Извините, что мы вас обманули. Надеюсь, что ничьи чувства мы не ранили этой, как нам кажется, безобидной невинной шуткой. И, собственно, все уже накопившиеся клише наши подкастерские здесь мы в этом мета-выпуске обыграли. Да, потому что, на самом деле, с помощью киноведческих приемов и этих аналитических клише можно обсудить любой фильм, даже несуществующий, и найти в нем что-то интересное. Но мы, как правило, стараемся не злоупотреблять этим и действительно использовать этот инструментарий для того, чтобы найти что-то интересное в фильме, а не для того, чтобы вложить в него и придумать что-то несуществующее. Но иногда можно и вот так вот. Спасибо вам, что нас слушали. Нас можно слушать везде, во всех аудио-стримингах Янекс.Музыка, Apple Podcasts и на YouTube. Еще у нас есть сервис-канал «Общим планом», в который мы выкладываем всякое интересное, типа эпизоды, доп.материалы, опросы, картинки, мемы и общаемся. А еще нам можно писать на электронный адрес подкастсобака.кинопоис.ру и тоже общаться там с нами, свои отзывы, отправлять пожелания по темам будущих выпусков. Пишите, мы будем очень рады вашим сообщениям. Над этим эпизодом работали звукоречерка Лера Кусто и продюсер Бетти Сисакова. До скорых встреч. До свидания. Там есть эта знаменитая главная тема «Cocktower Music», которая, собственно, мне кажется, потом еще использована в очень много где, в списке Шиндлера, если помнишь. В «Симпсонах» она играет, в трех сериях, помните? Да, в «Бригаде» тоже как отсылка к гангстерской теме. Но в «Бригаде» это уже как «Рюнгтон». В «Смешариках», помнишь? Да нет, я не видел этой серии. А что там? Ты не видел, видимо. Но там, короче, Крош решает, что теперь он владеет всей этой долиной и загоняет всех «Смешариков» под воду. Вот. И там вот как раз осталось 15 секунд до того, как все «Смешарики» погибнут, а Крош как бы наливается красным, он же изначально голубенький, вот наливается красным, звучит эта тема, но в конце озеро внезапно высыхает от ярости Кроша, вот, потому что она столько нагревается и удивительным образом как бы не превращается в кипяток и не сваривает всех своих друзей, а просто как бы испаряется вода, и в итоге они все обнимают Кроша, охлаждают его, и все становится как бы нормально.